Ребятки, всем привет! С вами Роман и вы смотрите канал Видеолепка. Сегодня мы будем лепить новых персонажей из игры Майнкрафт. В прошлом видео мы лепили Бена Утобленника из Крипипасты. Если вы не смотрели это видео и вам интересно, то вы можете посмотреть. А также, если вам нравится наш канал и вы не хотите пропустить новые видео, то подписывайтесь и ставьте колокольчик в положение все. Сначала я слеплю Нубика в Майнкрафте, так как его просили больше всего. Детали фигурок я буду вырезать при помощи лезвия. В ролике слепка Аида я уже показывал, как это делается, но на всякий случай еще раз повторю. Из шарика пластилина делаем кубик и затем при помощи лезвия обрезаем ровно все грани. Получается вот такой кубик. Из него потом мы сделаем голову. Для штанов Нубика подходящего цвета не нашлось, поэтому смешаю пластилин темно-фиолетового цвета с синим. Чтобы не затягивать видео, сразу сделаю все основные элементы фигурки Нубика. Для соединения элементов буду использовать отрезки алюминиевой проволоки. Сборку фигурки начинаю с туловища. Нубик – это главный герой всех видео на канале Нубик Майнкрафт. Он очень любит Майнкрафт и играет в него с удовольствием. В мире Майнкрафт он любит золото и землю. Частенько называют землю земелькой. Для крепления рог буду использовать также кусочек проволоки. Делаю предварительное отверстие и вставляю туда отрезок. Руки фигурки Нубик состоят из двух деталек, поэтому соединять их буду при помощи кусочков проволоки. Можно, конечно, соединять их и без проволоки, но с проволокой будет гораздо надежнее. Кусочки проволоки для крепления ног должны быть чуть длиннее, потому что я буду устанавливать фигурку на подставку. Ноги у Нубика, так же как и руки, состоят из двух деталек. Руки и ноги собраны, теперь можно соединить их с туловищем. Устанавливаем фигурку на подставку. В принципе, подставку делать не обязательно, но мне так удобнее. Снизу проволоку загибаю, чтобы фигурка была устойчивой. И снизу прилеплю квадратик из картона, чтобы подставка не прилипала к столу. Из черного пластилина скатываю тонкую длинную колбаску. Она пригодится для лепки разных элементов фигурки. Перед тем, как делать пояс, сделаю под него углубление. Вот теперь можно сделать сам пояс. Получается три отрезка сзади и четыре спереди. По бокам я пояс делать не буду. Там руки и за ними пояса видно не будет. Пространство между отрезками пояса нужно заполнить таким же цветом, как и сами штаны. Из пластилина желтого цвета слеплю на поясе пряжку. Теперь приступим к лепке элементов на голове. Сначала сделаем волосы. Волосы у нубика темно-коричневого цвета. Делаю тонкий блинчик, прикладываю его к одной грани кубика и обрезаю ровно по граням. Можно сделать либо таким образом, либо вырезать квадратик нужного размера. Также есть и другой способ, чтобы слепить волосы. Можно использовать вот такой тонкий жгутик из темно-коричневого пластилина. Набираем вот таким образом кусочки и затем их уже обрезаем так, как нужно. А затем все аккуратно разглаживаем. Далее при помощи скальпеля я размечаю все элементы лица. Глаза у нубика подняты достаточно высоко и расставлены широко. Рот приподнят до самых глаз и изо рта тетет слюнка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует... Итак, ребята, голова готова. Соединяем ее с туловищем. Вот такой Нубик в Майнкрафте у меня получился. Когда я начал лепить Нубика, я подумал о том, что хорошо бы слепить какого-нибудь персонажа, который был на канале Нубика вместе с ним. И одним из таких персонажей является Бабка Гренни. Ее скин в Майнкрафте выглядит достаточно прикольно, поэтому я решил тоже ее слепить. У Бабки Гренни в Майнкрафте темная кожа, и для того, чтобы получить нужный цвет, я смешал серый, немного белого и коричневого пластилина. Одета Бабка в белый балахон. Сначала из коричневого пластилина я скатаю тонкую длинную колбаску. Она мне пригодится для лепки мелких элементов фигурки. Затем скатаю еще одну колбаску из пластилина, из которого мы лепили голову и руки самой Гренни. Начну с воротника на балахоне. В Майнкрафте у Бабки Гренни балахон разделяется на ноги, но когда она стоит, этих ног практически не видно, поэтому я и не стал их делать. Руки креплю таким же способом, как и у Нубика. На руках у Бабки Гренни делаю полоски из коричневого пластилина. Скорее всего, таким образом выделяются ее пальцы. Руки готовы, соединяем их с туловищем. Теперь приступим к лепке лица Бабки Гренни. Здесь я применю немножко другой способ, чем я использовал при лепке лица Нубика. Сделаю улубление для рта и глаз и затем уже заполню их цветным пластилином. Рот будет черного цвета, а глаза красного. Щеки слеплю из коричневого пластилина. Соединяю голову с туловищем и теперь будет проще лепить волосы. Из белого пластилина скатываю тонкую длинную колбаску, далее отрезаю от нее кусочки и леплю на голову. Здесь, по-моему, углубление делать не нужно, так смотреться будет гораздо лучше. Какая же бабка Гренни без биты. Правда, в Майнкрафте эта бита уж больно похожа на меч или на какую-то палку. Внутрь биты вставлю тонкую медную проволоку. В общем, решил я заморочиться и сделать все эти мелкие квадратики. Потратил я на лепку этих мелких квадратиков достаточно много времени, но в итоге у бабки Гренни получилась вот такая бита. По-моему, бабка Гренни в Майнкрафте получилась у меня достаточно прикольной. Тут я подумал, что нужно слепить кого-нибудь еще в Майнкрафте и решил слепить паука, так как у бабки Гренни есть питомец паук. Для лепки паука понадобится пластилин серого цвета и черного, также немного красного. Паук враждебный в темноте и нейтральный в свете моб. Глаза пауков светятся красным светом, что позволяет легко увидеть их в темноте. Самое сложное в лепке паука в Майнкрафте – это сделать его ноги. Уж слишком из большого количества элементов они состоят. Ноги к телу паука я буду крепить при помощи тонкой проволоки. Далее сделаю мелкие элементы на брюшке и из красного пластилина слеплю глаза. Субтитры создавал DimaTorzok в общем ребята вот такой получился у меня паук кстати если вы хотите чтобы я слепил в будущем еще фигурки из игры minecraft то пишите в комментариях какие спасибо всем кто досмотрел это видео до конца ставьте лайки если вам понравилось видео также не забывайте подписываться на наш канал если не хотите пропустить новые видео ссылочки на группу вконтакте инстаграм есть в описании под этим роликом далее будут приветы от вилле и фотки лучших поделок из нашей группы вконтакте приветы от меня сегодня получают кэтрин батти тата и настя ви ребята передаю вам огромный привет на этом мы с вами прощаемся желаем всем отличного настроения до скорой встречи а Субтитры подогнал «Симон»